В PowerPoint 2013 можно анимировать практически любой объект, и это очень просто. Что же такое анимация PowerPoint? Я покажу вам. Этот слайд содержит 4 объекта — текст, рисунок, диаграмму и фигуру. Каждому из них применен свой тип анимации. Нажмите клавиши Shift-F5, чтобы запустить показ слайдов, начиная с текущего. Я настроил слайд так, что при каждом щелчке мышью воспроизводятся разные эффекты анимации. Сначала появляется текст. Эта анимация называется «Вылет». Я сделал так, что при каждом щелчке мышью вылетает строка текста. К рисунку применена анимация «Выцветание». Для диаграммы используется эффект анимации «Появление». Каждый раз, когда я щелкаю мышью, несколько полос появляются на слайде, как будто постепенно вырастая. К фигуре я применил анимацию «Цвет заливки» с медленным изменением цвета от голубого до оранжевого. Итак, вы видите, что анимация «Пауэрпоинт» — это просто изменение чего-либо на слайде. Это может быть перемещение, выцветание, появление, изменение цветов или сочетание разных эффектов. Теперь давайте подробнее рассмотрим эти эффекты. Это тот же слайд, но анимация на нем удалена. Чтобы добавить анимацию, сначала выделите объект, затем выберите эффект анимации и настройте параметры эффекта. Щелкните текст, откройте вкладку «Анимация», откройте коллекцию эффектов анимации и выберите один из них. Вы можете перебирать эффекты анимации до тех пор, пока не найдете наиболее подходящий. Обратите внимание, когда вы выбираете один из эффектов, то можете посмотреть, как он будет выглядеть. Это обычный рабочий процесс создания анимации. Вы вносите изменения, а затем смотрите, что получилось. Изменяете еще что-нибудь и снова просматриваете результат. При желании, вы можете щелкнуть здесь и снять флажок «Автопросмотр». После этого, чтобы просмотреть результат применения анимации, вам нужно будет нажать эту кнопку. Если вы не нашли то, что вам нужно, выберите наиболее подходящую анимацию и просмотрите доступные параметры эффектов. Для эффекта анимации «Вылет» можно выбрать направление и последовательность появления текста. Если выбрать параметр как один объект или все одновременно, появляется сразу весь блок текста. Вы также можете сделать так, чтобы текст появлялся по абзацу. Напомню, что для применения анимации к любому объекту достаточно трех действий. Выделите рисунок, выберите эффект анимации, пусть это будет фигура, и настройте параметры эффекта. Для анимации фигура можно выбрать фигуру и направление. Выделите диаграмму, выберите эффект анимации и настройте параметры эффекта. Давайте сделаем так, чтобы элементы диаграммы появлялись по рядам. Выделите фигуру, выберите эффект анимации и настройте его параметры. В этом случае мы выбираем цвет, который должна приобрести фигура. Еще один момент. Если вы захотите удалить анимацию, просто выделите объект с примененным к нему эффектом и выберите пункт «Нет». Эффекты анимации позволяют создать сколь угодно сложную презентацию, но при желании вы можете оставить ее простой. Дальше мы подробнее рассмотрим применение анимации к тексту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!